Лучники целятся и стреляют, сидя верхом на лошадях. Демонстрируя невероятную точность и равновесие, они поражают цели, двигаясь по заданному маршруту. Верховая стрельба из лука уходит корнями вглубь веков. Раньше ей занимались боевые лучники в степях Азии. Сегодня она переросла в вид спорта, а для кого-то – даже в философию. Например, для венгерского изготовителя лука Флая Шакасаи. «Верховая стрельба из лука может снова шаг за шагом возродиться как боевое искусство. Я понял, что она открывает двери для самопознания. С каждым выстрелом я могу стать немного ближе к себе. И вдобавок ко всему, отношение с лошадью – это символ моей связи с внешним миром». Лаеш посвятил десятилетие изучению этого вида стрельбы. Сегодня он ведущий преподаватель в Венгрии, а его ферма на юге страны – одно из самых оснащённых мест для такого вида спорта в регионе. Он принимает студентов со всего мира и предоставляет место для международных соревнований и тренировочных лагерей. «Многие мои студенты задаются вопросом – как стать лучшим верховым лучником? На этот вопрос нет ответа. Человек станет верховым лучником только, если сможет делать два дела одновременно. И это очень серьёзный вызов». Фуат приехал сюда осваивать навыки из Катара. В его стране также сильно наследие верховой езды. По его словам, традиции постепенно начинают забываться. «Проблема в том, что переход к современности происходит очень быстро, и люди начинают терять большую часть своей культуры и связи с прошлым. Я занимаюсь верховой стрельбой из лука в арабском мире по тем же причинам. За последние 20-30 лет у нас тоже произошла сильная модернизация. Я хочу напомнить молодому поколению, что нам всегда нужно сохранять связь со своими корнями». Во время тренировок лучники, независимо от скорости лошади, должны производить быстрые и точные выстрелы. Их задача – поразить цель как можно большим количеством стрел на полном скаку. Лаиш считает, что верховая стрельба из лука может стать олимпийским видом спорта. «Сегодня существует 16 международных федераций и 18 международных судей. Но для того, чтобы какой-то вид спорта стал олимпийским, нужны федерации как минимум в 50 странах. Так что мы находимся в самом начале этого процесса». Ферма Лаиша также открыта для всех желающих в первую субботу каждого месяца. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова